Друзья, всем привет! Сегодня очередная проверка автомобильного масла. Проверка будет на высокую температуру. Кто хочет узнать суть проверки, смотрите мое предыдущее видео. Сейчас переходим чисто к эксперименту. У кого какие вопросы, пожалуйста, смотрите видео, там же пишите комментарии. Сегодня в нашем эксперименте участвуют Мобил Супер 3000, полностью синтетическое масло 5w40, масло Кастрол, чисто синтетическое 5w40, далее Газпром полусинтетика 5w40, оригинальное Маздовское масло синтетика 5w30, далее Лукойл синтетика 5w40, Адинол, полусинтетика 10w40. Почему мы сравниваем полусинтетику и синтетику в одном тесте, это я вам уже говорил в прошлом видео. Далее оригинальное Тойотовское масло синтетика 5w40, затем Матюль, Матюль был тот же самый, что и был на зимней проверке, значит, синтетика 5w30. Затем вот самое интересное, японские масла у нас будут сегодня, это значит Энеос, так это у нас значит полусинтетика, очень просили значит его проверить, посмотрим значит как себя такое масло проявит. Далее также японское масло Zebra, японское качество, подходит для бензиновых и для дизельных двигателей, полностью синтетическое. Ну и так чисто поржать значит, Лукойл стандарт минеральное моторное масло 10w40, вот, а может и не поржать, а удивиться, посмотрим кто кого. Наливать мы масло будем также вот в эти отрезанные баночки, вот отрезанные они все равномерно, все баночки лежат на пузике. Нагревать будем на данной плитке, термометр от газовой плиты, от духовки. Так, сейчас мы также все баночки значит подпишем названием масло. Так, также хотелось сказать по поводу плитки, смотрите какая здесь рабочая поверхность довольно таки толстая, вот сама плитка очень тяжелая, я думаю что теплое распределение здесь довольно таки равномерное, тем более, что все баночки у нас находятся на одинаковом расстоянии от центра и от края. Наливать масло будем также с помощью шприца, также по два кубика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, все масла у нас разлиты, значит все баночки подписаны, по цвету примерно они все одинаковые, довольно таки светлые все масла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, температура ноль. Что ж, приступаем к эксперименту. Включаем плитку в розетку и засекаем время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, первые 11 минут, даже 12 минут эксперимента. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Температура 140 градусов, все масла начали слегка парить, потемнений особых не видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двадцать две минуты эксперимента, температура 210-215 градусов где-то сейчас. Вот, масла уже немножечко потемнели, закипаний пока никаких не видно, закоксовки тоже никакой нет. Вот, причем, Тойота уж очень темная, наверное, из всех Тойота самая темная. В принципе, масла пока что в неплохом состоянии. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Итак, у нас, значит, прошла 31 минута эксперимента. И что мы, значит, здесь видим? Так, температура где-то 250 градусов. И видим то, что лукоил минералка у нас начал кипеть. И зепра синтетика. Вообще офигенно просто. Представляете? Японское качество, блин. Не знаю, конечно, может, у него там какие-то суперские присадки закипели. Но вот почему-то ни одно больше масло не закипело. А вот это вот зепра, подозрительное, на мой взгляд, также масло, начало кипеть. Вот что минералка у нас тут начала кипеть. Вот Энерус, кстати, тоже. Смотрите, Энерус начинает закипать. Тоже японское масло. Вот, видимо. Остальные, у остальных пока такой проблемы нет. Больше ни одно масло не закипает. Вот, ну, что-то у масла есть какие-то пузырьки, но там незначительно совсем. Вот, больше ни одно масло, смотрите, не закипает. Закоксовки практически нет. Ну, маленькие, маленькое кольцо вот появляется уже в масел. Вот, а по количеству, в принципе, все одинаковые. И вот, что выдала у нас японская зепра. Вот она начала кипеть. Вот уже испарилась. Минералка уже почти вся испарилась. Закоксовки куча от нее осталась, видим. У нас, значит, 35 минут эксперимента. Так, сейчас посмотрим, как чувствуют себя все масла. Зепра закоксовался. Лукойл еще хуже. Энеос испарился половина, наверное, если не больше. Газпром идеально себя чувствует. Одинол идеально. Мазда, в принципе, неплохо, но вот кольцо по контуру появилось, закоксованное. Далее, Мобил. Мобил еще хуже. Тоже кольцо появилось в закоксовке посередине, и масло маленько испарилось. Тойота, ай-яй-яй, что ж с Тойотой-то у нас в этот раз. У Тойоты закоксовки, по-моему, больше даже, чем у Лукойла. Смотрите. А хотя нет, наверное, даже так же. Матюль. Где-то так же. Так же себя чувствует, как Лукойл. Кастрол испарился. Вот видим, тоже закоксовка осталась. Вот этот красный оттенок ионы по-прежнему. Японские масла, конечно, меня разочаровали. Вот Газпром, кстати, неплохо держится. И Одинол отлично себя ведет. Смотрим, что дальше будет. Итак, у нас прошло 42 минуты эксперимента. И смотрим, что произошло. Кастрол закоксовался. Пенка такая, немножко похожая на зебра, но по количеству поменьше. Не так быстро только Кастрол закоксовался, как зебра. Лукойл высох полностью. Здесь масла вообще не осталось. В ноль. Энеос высох полностью. Там буквально очень маленькое пятнышко осталось. Далее. Газпром. Газпром идеально. Одинол идеально. Мазда. Ну, неплохо, конечно, Мазда. Но закоксовка есть. Количество масла сильно убавилось. Мобил закоксовался по кругу. Количество масла убавилось похуже еще, чем Мазда будет. Тойота, наверное, хуже Лукойла. Скорее всего, подделка у нас Тойота в этот раз. Потому что не подводила она. Раньше у нас Лукойл закоксовался. Но Лукойл, в принципе, не так уж и плохо. Смотрите, что Лукойл, что Матюль практически одинаково. Как будто масло наливалось из одной бочки, только в разные канистры. Ну, Кастрол на зебра немножечко похож. Ну, конечно же, получше, чем в зебра будет. Температура, значит, у нас 270, наверное. Даже до 300 градусов не дошли. Вот уже такие, значит, у нас катастрофические структурные изменения у масла произошли. Ну, что ж, я думаю, дальше продолжать смысла уже нет. Плитку можно выключить. Дальше уже температуру поднимать не будем. И подождем, посмотрим, что будет. Я уже говорил, если беспощадно жарить масло, закоксуется практически любое. Мы уже выяснили, какое первое коксуется, какое идет за ним и что после них остается. Что на поршнях с обратной стороны, что на банках, что вот в канавках у колец, что на самих поршнях. Как раз-таки вот след от масла. Вот вам эта закоксовка, пожалуйста. Куда масло девается? Да оно горит все. Просто сгорает все масло. Затем вот этот кокс маслом вымывается. И эта закоксовка плавает у вас в общем объеме масла. И, конечно же, ухудшает как смазывающие свойства, так и теплоотведение ухудшает само масло. Я никому свое мнение не навязываю. Я не рекламирую никакие масла. Мне это не надо. Я лишь показываю вам свои эксперименты. Каждый, я думаю, почерпнет для себя определенное знание. Если интересно, то ставим лайки, подписываемся на канал. В дальнейшем будут еще и другие интересные эксперименты. Ну и не только. Смотрите вообще ремонт на моем канале. Ну и многое другое. Вот, в принципе, эксперимент завершен. Спасибо за просмотр. Также, кому заинтересовал мой эксперимент, пишите, какое масло вы хотели бы проверить. Для этого вам нужно подписаться на мой канал. И в комментариях написать масло, которое вы хотели бы проверить. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok